Привет, просветители! Сегодня у нас с вами необычный ролик. Как обычно. В этом видео я впервые попробую свои силы в косплее. Изображать буду министра образования Оренбургской области. Что я для этого сделаю? Буду нести бред с умным видом и получать за это деньги. Не уверен насчет вида и денег, но с бредом точно проблем не будет. Если так подумать, я всю свою карьеру на ютубе косплею министра образования Оренбургской области. Знакомьтесь, Алексей Пахомов, министр образования и главная кринжуля прошлой недели. А вот, кстати, и награда для кринжуля, которая победила в конкурсе артов. Они нашли друг друга. Ну и раз слова «министр» и «образование» употребляются в одном предложении, можно смело сделать вывод, что товарищ в школе работал... Не работал. Все, как мы любим. Эффективные менеджеры. И вот на прошлой неделе Алексей решил поделиться своими мыслями о зарплате педагогических работников в провинции. А выровнять всем заработную плату, делать ее московскую, ровно то, что произойдет, о чем вы сказали. Что у нас тогда в систему образования, как сейчас вы говорите, в Москву идут за длинным рублем, а не за тем, что есть призвание детей учить. А вы представляете, какая диспропорция будет, когда по не Москве вы сделаете московскую зарплату всем. Сложные вопросы простым решением решал Александр Македонский. Понимаете, нельзя повышать учителям в провинции зарплату до уровня московской, иначе в школы пойдут за длинным рублем. Ээээм... Я сейчас немного воздуха в легкие наберу, и мы продолжим. Если вы сейчас зайдете на популярный сайт поиска работы, то по запросу программиста 1С найдете более 10 тысяч вакансий. А, кстати, заработок программиста 1С выше среднего по России. Стартовая зарплата от 60 тысяч рублей. И курс от Skillbox профессия 1С-разработчик поможет вам начать карьеру в этой сфере, даже если у вас нет опыта в программировании. Вас ждет 6 месяцев интенсивной практики на основе реальных задач. Вы получите именно те знания, что необходимы для реальной работы. Программисты-кураторы помогут вам, если в ходе обучения возникнут какие-то трудности. 8 проектов в портфолио и качественная практическая подготовка к экзамену 1С-профессионал – отличный итог учебы. Карьерный центр поможет составить эффективное резюме, подберет подходящие вакансии и организует собеседование в топовой компании. Рисков? Никаких. Если не получится, Skillbox вернет вам деньги за обучение. Да, компания настолько уверена в своем продукте, что готова вернуть вам деньги, если вы не найдете работу. Гарантия прописана в договоре. Первый платеж можно будет осуществить через 3 месяца, а зарплата начинающего разработчика позволит окупить все обучение уже через пару месяцев. В конце обучения вас, конечно же, ждет сертификат установленного образца и год английского в качестве бонуса. Сейчас Skillbox проходит Черная пятница. Получите скидку 60% и второй курс в подарок. Оставляйте заявку прямо сейчас, пока действует предложение. А чтобы узнать подробную информацию о программе курса и воспользоваться скидкой, переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. С чего все началось? Да, Алексей, если что, постепенно пытался в заголовки СМИ пробраться. Интригу нагнетал. Шаг за шагом. Крадется. Сначала министр объяснил глупым учителям, как надо понимать майские указы президента. Я уже много раз про это говорил, но еще раз напомню. Повторение мать вашего учения. У нас с 12-го года педагоги должны получать зарплату не ниже средней по региону. Учитель смотрит свой квиток. Учитель смотрит текст указа президента. Еще раз свой квиток. Еще раз текст указа. Зин, у нас отмена. Указ президента, напомню, говорит о том, что 12-го года средняя заработная плата учителей должна быть не ниже, чем средняя заработная плата по экономике соответствующего субъекта. Сейчас формулировка несколько уточнена по этому кругу наемных работников. Значит, там понятие нагрузка не фигурировало никогда. И не было задачи ни повысить, ни понизить нагрузку в рамках исполнения этого указа. Спасибо, Алексей Саныч. Не могу согласиться с вами, что никогда не стоял вопрос нагрузки. Но если он у вас, у министра, не стоял, то у педагогов он стоит. Понимаете, какая замечательная математика от министра? Никто не говорил, что учителя должны работать на одну ставку. Вы с чего это взяли? То есть, по логике этих слов, можно за 18 уроков в неделю платить тысяч две. Но если впихнуть при этом учителю 15 ставок, он получит на выходе 30 тысяч. Никто не говорил, сколько вы должны работать за среднюю зарплату по региону. Этот товарищ с таким лицом присутствующим объясняет, как должна формироваться зарплата педагога? Явно большой педагогический опыт имеет. А речь не шла о понижении нагрузки. Возможно, если уважаемый, эээ, неуважаемый Пахомов поработал учителем, он бы понял, что из уст министра эти слова звучат как роспись собственной профнепригодности. Таксист дядя Жора может позволить себе подобные высказывания. Ну, нахапайте себе 40 часов и получайте нормальную зарплату. Человек же, возглавляющий образование региона? Нет. Ну, в нормальном мире. Потому что министр должен понимать, что в таком случае качество образования, качество уроков неизбежно будет страдать. Если учителя банально нет времени подготовиться к занятию. Да, Пахомов, нормальные педагоги к урокам готовятся. Сюрприз, сюрприз. Я напомню, что нагрузка педагога это 18 часов в неделю. Скажите мне, пожалуйста, где у нас в каких еще отраслях работают по 18 часов в неделю? Ну что, учителя из Оренбурга, что с лицом? Классный министр, правда? Ну где еще такая нагрузка лодере? Данный товарищ не понимает, что такое школа. Ну, так я ему сейчас объясню. Я не гордый. Вот перед вами сидит учитель, который работал на ставку. И заработал себе ежедневную головную боль. Это сейчас, если что, не преувеличение и не красное словцо. У меня вот последний мой год работы в школе, реально, каждый рабочий день болела голова по несколько часов. Каждый день, без исключений. Вот просто с понедельника по пятницу. По несколько часов. Я в какой-то момент решил, что это норма. Уволился из школы. Оказалось, что не норма. Головная боль прошла. Возможно, господин Пахомов не знает, но подготовка к урокам – это тоже работа. Вот я, например, готовил презентации к каждому занятию. Может, я, конечно, глупенький. Очевидно, я 8 лет в школе отпахал. Но у меня это занимало очень много времени. А еще я писал планы к каждому уроку. А знаете, чтобы детям на уроках русского языка было интересно, учителю при подготовке должно быть сложно. Потому что подготовить интересное, насыщенное и необычное занятие вообще непросто. Но откуда-то знать Пахомову. Он в школе не работал. Как классный руководитель я посещал уроки своих детей. Потому что только я мог их успокоить. Детей. Не уроки. Как ответственный и немного больной вот на эту часть тела товарищ я бесплатно занимался с отстающими. Но у меня-то времени много, в отличие от министра. Есть предметы, которые корреспондируют дополнительную нагрузку. Проверку тетрадей. Заведование кабинета. За это, как правило, во всех школах устанавливаются доплаты. В классе 30 человек. Каждый день мне нужно проверить домашнюю работу и классную. Допустим, у меня три класса. Ну, я же лентяй. 90 тетрадей. 180 работ. Очевидно, господин Пахомов не особо понимает, сколько занимает проверка одной тетради. Да, мне платили за проверку. Копейки, но платили. Но Алексей Пахомов-то утверждает, что никто не работает так мало. Так вот, учитель лентяй с одной ставкой, если он по диагонали проверяет тетрадь и тратит на это всего 3 минуты, то на 3 пачки у него уйдет 270 минут. Это 4 с половиной часа каждый день с понедельника по пятницу. У нас министр образования Оренбургской области экономист. И поэтому, я думаю, он сможет приплюсовать эти 20 часов вон к тем 18 урокам. О, сколько нам открытий чудных. Оказывается, ставка преподавателя русского языка или математики предполагает как минимум еще такой же объем работы. Это только если и тетради проверять. И к урокам не готовится. Но у министра хватает совести заявить, где еще так мало работают? Пачку тетрадей проверь, Алеша. А потом к микрофону выходи. Вот в этом между нами существенное различие. Я говорю об образовании и понимаю, что это такое. Потому что я работал в этой сфере. А Пахомов говорит о работе педагога, не будучи педагогом. Тут, кстати, в самом Оренбурге слова уважаемого министра прокомментировали местные учителя. В одной из школ за проверку тетради действительно доплачивают. Не будет же Алексей врать. Правда, если вы сейчас стоите, то присядьте. Доплата составляет барабанная дробь 890 рублей в месяц. Это сколько копеек за одну тетрадь? Господин Пахомов, вы кандидат наук. Посчитайте, пожалуйста. А когда на калькуляторе все разделите, больше никогда не заикайтесь на эту тему. Учителям платят отдельно за проверку тетрадей. Вот, например, Краснодар. 800 рублей. Ну что, Алешенька, не хочешь тетрадки попроверять? По 4 часа в день. За 800 рубликов в месяц. Нет? Странно. Еще, конечно, очень радует, что министр образования понимает, что некоторым учителям еще нужно тетради проверять и за кабинетом следить. А подготовки к урокам, конечно, молчок. 18 часов, ну и проверка тетрадей. Максимум. Вот это погружение в педагогическую кухню. Никогда бы не подумал, что это скажу, но, похоже, у Сергея Кравцова появился соперник. На этом же мероприятии депутат законодательного собрания Оренбургской области Нурлан Мужасаров отметил, что оклад учителя в регионе равен 8-9 тысячам рублей. При этом для того, чтобы заработать 38 тысяч рублей, педагогам в Оренбуржье приходится брать две ставки. Для этого они также должны иметь высшую категорию и стаж 20 лет. Но общественный резонанс вызвала не фраза о вольготной жизни учителей. Многие люди, правда, не особо понимают, из чего складывается нагрузка педагога. И это, в общем-то, нормально. Если вы не министр. Всех задело опасение Пахомова. Если учителя в регионах начнут нормально получать, то в школы пойдут люди не по призванию, а за длинным рублем. Понятное дело, что Алексей уже заявил, что его слова были вырваны из контекста. Все по заветам Танюши Буцкой. В пресс-службе областного правительства отметили, что министр говорил о четком выполнении майских указов президента, согласно которым зарплата бюджетников жестко привязана к зарплате средней. Также речь шла о том, что в Оренбургской области средняя зарплата не равна зарплате в той же Москве. Если оторвать эту зарплату от региональной экономики и сделать ее выше, грубо говоря, чем у Столивара, то это будет веский социальный перекос. В учителя пойдут те, кто раньше на заводах работал. В системе образования возникнет странная ситуация, которая отразится на качестве образования, прокомментировали в Мининформполитике. А когда в школе учителей нет или работает не особенно понятно кто, это на образовании не сказывается. Понимаете, странная ситуация получится. Столивары ломанутся в учителя. Это же именно так и работает. Вот у нас есть пример Москвы. Во многих, но не во всех. В столичных школах учителя получают даже по московским меркам вполне неплохие деньги. И все. Город умер. Ни врачей, ни работников метрополитена, ни продавцов, никого. Сплошные учителя по улицам шастают. К сожалению, опять же, сказывается полнейшее отсутствие педагогического опыта господина Пахомова. Он, увы, не особо понимает, что даже за очень хорошую зарплату далеко не каждый человек готов так ничего не делать, как учителя. Серьезное повышение финансирования школ, безусловно, повысит конкуренцию на рынке педагогического труда. Но не так, как это описали в Оренбурге. Просто талантливая молодежь не будет сразу же даже мысль о работе в школе отбрасывать. Адекватная зарплата поможет уменьшить текучку педагогических кадров. Но не волнуйтесь, столевары учителя математики не ломанутся. А даже если представить, что такое и произошло, за счет повышения конкуренции в школе не надо будет держать учителя просто, чтобы было. Да, мы понимаем, что Шизоид Парфентьич вообще не справляется. Но кто, если не он? У нас только один учитель биологии. Вот этих слов мы бы больше не услышали. Потому что на место Шизоида Парфентьича желающие есть. А сейчас их нет. Просто поинтересуйтесь средним возрастом российского педагога. Очень удивитесь. И скорее всего не обрадуйтесь. Удивительно, что господин Пахомов не переживает, что в министры пойдут люди за длинным рублем. А не по призванию. Вот если открыть буквально первую ссылку в Яндексе, мы узнаем, что министр за 21 год заработал почти 5 миллионов рублей. Его супруга еще 3. Владеет он 4 квартирами, 2 гаражами и земельным участком на 5000 квадратных метров. Алексей, а вы уверены, что ваши доходы экономику области не обрушат? У вас-то они как раз-таки столичные. В отличие от лентяев-учителей, желающих жить по-человечески на одну ставку. Может быть вы пример подчиненным покажете и понизите свою зарплату до средней по региону? Так мы все будем знать, что вы работаете по призванию. Это, кстати, не только Пахомова касается, а любого чиновника, депутата. Неужели в нашей стране власть работает не за идею? Да ни за что не поверю. Все наши спортсмены-депутаты, министры образования и беспедагогического образования рвутся к власти, чтобы нашу жизнь лучше сделать. Вот и пускай Алексей Пахомов поживет на 40 тысяч рублей в месяц. Он именно такую среднюю зарплату педагогов в своей области озвучил. Или в школу его отправим на 3 ставки. Алексей, вы главное не волнуйтесь. Вы когда семье будете объяснять, почему вы теперь живете в режиме экономии, вы скажете, детки, папа теперь работает по призванию. Вот вам 4 призвания на зимнюю одежду и 2 призвания на ужин. Смотрите, не обляпайтесь. А если Пахомову не понравится новая зарплата, то он сможет набрать себе 4, 5, 10 ставок. Никто же не говорил, что он нормальную зарплату должен получать за 18 уроков в неделю. Мы необходимые показатели соблюдаем. Говорит, что президент установил мизерный показатель, очень странная позиция, сказал Пахомов. Вот вы нам на своем примере все и покажете. Леша, го в школу. Приходишь, набираешь 50 часов и получаешь среднюю зарплату по региону. И посмотрим, как после этого ты начнешь рассуждать. Очень интересно. Прям вот с предвкушением жду. Го в школу. Алексей, я уверен, что вы на деле докажете, что работаете по призванию. И уж тем более вы не хотите, чтобы из-за вашей зарплаты столевары вдруг ломанулись в министры. Реально, подо мной уже просто кресло сгорело. Учителям нужно призвание. Врачам нужно призвание. Одним чинушам и политикам призвание не нужно. Им нужна конкурентная зарплата, а то они работать не будут. Вот интересно, а как же патриотизм, традиционные ценности, общее дело. В чем может быть засада, если мы сейчас просто возьмем и резко понизим уровень заработной платы чиновников, министров или даже руководителей крупных государственных компаний? Мы просто не найдем достаточно квалифицированных кадров. Они все разбегутся по частным конторам или за границу уедут. И в конечном итоге это отразится на благосостоянии страны и этих рядовых работников, о которых мы говорим, уверен глава государства. Видите, какая засада. И при этом Путин не боится, что в министры пойдут за длинным рублем. Он как бы это и не отрицает. А вот министр образования Оренбургской области аж весь извелся бедняжка. Повторю свой призыв. Уважаемый Алексей Александрович, вы либо уравняете свою зарплату с педагогами, вы все равно ничего о школе толком не знаете. Где еще работают 18 часов? Простите, тоже, наверное, вырвано из контекста. Но тогда хотя бы обидно не будет. Или увольтесь. Я вам, кстати, уже даже замену нашел. Мою собаку Чарли. Он тоже не имеет никакого представления о работе с педагога. Но, во-первых, он милый. А вы нет. Он не будет нести бред. А вы уже немало наговорили. Он тоже не будет повышать зарплаты учителям. Но его хотя бы педагоги погладить смогут. Какая-никакая психологическая разрядка. Министерство просвещения Оренбургской области планирует требовать опровержения от СМИ. Честь и достоинство Алексея пострадали. Он не против повышения зарплаты. Он просто утверждал, что нельзя ее повышать до московского уровня. Иначе коллапс. Алексей, мы сегодня вашу речь послушали. Вроде как ничего особо из контекста не вырывали. Ждем адекватных действий. Работы за идею. Вы просто не представляете, сколько столеваров готовы все бросить и бежать за денежку образование с колен в Оренбурге поднимать. Я верю, вы этого не допустите. И справедливости ради стоит отметить, что фраза про длинные рубли призвания действительно принадлежит не ему. Он просто с ней полностью согласился и развил. В Оренбурге будет все еще хуже. Ну и пара слов о призвании. Мне абсолютно фиолетово лечит ли в частной клинике мой зуб стоматолог, работающий по призванию и за идею, или просто врач, желающий получать нормальные деньги, если он специалист своего дела. Если и я, и он отлично понимаем, что в случае непрофессионализма он лишится своей должности, то велика вероятность, что обслуживать меня будут нормально. Потому что он дорожит своим местом работы. И он отлично осознает, что за дверью стоит еще немало таких же специалистов. А когда человек работает за копейки, вполне возможно, что вам не идейный Степа попадется, а Сережа, которого просто больше никуда не взяли. И выгнать Сережу нельзя. Потому что за Сережей больше никого. Ну, сюда ж только идейные идут. И войдите. Так, информация к размышлению. И да, Алексей Пахомов должен пожить на зарплату оренбургского учителя. Или уволиться. Если досмотрели видео до этого момента, напишите в комментариях хэштег Слышу, вольняйся. У меня усё. Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой Телеграм. Там интересные все новости образования появляются гораздо быстрее. Если готовы поддержать мою деятельность, то можете перейти по ссылке в описании на мою страничку Boosty. Там все ролики выходят раньше, без рекламы. И доступен эксклюзивный контент. А сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этой платформе. Огромное им спасибо. Вот реально от чистого сердца. Ну, а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник. В 17.00 по Москве в моём новом видео. Всем хорошего дня. И до встречи. Слышь, увольняйся. Продолжение следует...